Я, наверное, сперва сама представлюсь. Уже время, да, уже можно начинать. Чувства все подтягиваются. Окей. Лев, проскальзывай, садись. Как Вова сказала, меня зовут Оля Мишко. Я занимаюсь проектами развития общественных пространств в Петербурге. Начинала муниципетизацию в Санкт-Петербурге. Собственно, мы так познакомились с очень многими людьми здесь. Я за это безумно благодарна велосипедами, потому что это отличное средство объединять хороших людей вместе. Сегодня у нас тема нашей дискуссии, на которой уйдет полтора часа. Это как общественный транспорт и пешеходная среда, как важность вставляющая велосипедного города. Мы это берем как факт. Это, правда, важный фактор развития городской среды и велосипедизации города. И сегодня у нас с вами четыре представителя различных общественных и не только организаций. Я их всех представлю. Первый это Лев Владов, руководитель общественного сообщества «Челябинский урбанист». Так, давайте поднимите руку, кто знает Льва, кто читает его канал. Лев-то популярнее, чем я. Что делать, хотя и в Петербурге, в своем городе. Как это так? Хорошо. Петр Бицок-Астров. Петя тебя правильно называла? Ударение правильно поставила? Специалист по транспортному и городскому планету, основатель Бесеклайса Нидерланды. Петя говорит по-русски, поэтому можно к нему обращаться. Но вот он показывает, что не очень. На самом деле, хорошо ты говоришь по-русски. Попробуем. Да-да-да. Кто его знает, он подходит. Сейчас расскажу историю Пети, что... А, кто был на прошлом Белоконгрессе? Поднимите, пожалуйста, руку. Но вот Петя там был. Вы наверняка и вам помните, правильно? Я и знаю, что помните. У Пети мама русская, да, Петя? А папа не русский. Вот. И Петя ездит к нам сюда в гости, за что ему огромное спасибо. Потом у нас Маша Тинника. Машу, наверное, те, кто из Петербурга тоже знают. Маша занимается общественным движением деревья Петербурга и пытается озеленять наш город. И благодаря Маше мы все петербуржцы узнали, что наш город был еще 20 лет назад очень зеленым и очень свежим. А сейчас он превратился в каменные джунгли. И я росла в Петербурге всю жизнь. И всегда думала, что так должно быть, что город должен быть таким каменным. Но благодаря Маше я узнала, что я заблуждалась. И надеюсь, что Маша поможет нам вернуть зеленый Петербург. И последний по списку, но не по важности, конечно же, это Михаил Шюрте, член управления Changes Cities из Берлина. Миша тоже говорит по-русски. Это у нас секция, где все говорят по-русски. Миша учился в Киргизии. И в Берлине. Да, ну, в смысле, там он учил русский язык. Михаил является представителем команды Берлинского велореферендума. Ребята совершили референдум, где приняли закон о мобильности, где не завершился принятием закона о мобильности Берлинским земельным парламентом в июне 2018 года. Но я думаю, что Миша лучше сам расскажет подробнее о своей деятельности, нежели я сейчас буду зачитывать длинный абзац невнятного текста. Ладно? Тогда начнем. Лев, твои 15-20 минут пошли, я буду тебе показывать вот тут окончание. Ладно? Раз, два, три. Всем здравствуйте. Я благодарю вас всех, кто пришел сегодня. Наконец-то мы собрались вместе. Большой командой единомышленников. Это впервые у меня. Обычно они выступают перед жрителями, чиновниками, которые не всегда являются единомышленниками. Но сегодня мы поговорим, не будем говорить о том, как все здорово, когда урбанизм, а будем говорить, как нам победить. Я расскажу о себе, как я пришел к тому, что я делаю сегодня и что я думаю. Это я два года назад, я понял, что обнаружил себя в странном городе. Ну, это мой родной город, но я вдруг начал смотреть на него другими глазами. И я начал видеть. Это было связано с тем, что у меня появилось много свободного времени. И я провел бизнес, не работал, ходил по улицам, думал, чем мне заниматься. И понял, что есть проблемы, которые меня напрягают. Возможно, вырос мой уровень потребления, и у меня появился запрос на эстетику. И я начал разбираться, почему все так плохо, и как сделать так, чтобы было хорошо. Начал почитывать всякие урбан-блоги. Я сам инженер-строитель промышленного и гражданского строительства закончил. Начал увлекаться всем городской средой и знакомиться с чиновниками. И начал делать постики у себя на страничке ВКонтакте. Ну, про проблемы. У нас промышленный город, и все постоянно ныли насчет экологии, смоги и так далее. Но никто не говорил о том, что мы теряем улицы, мы теряем общественный транспорт и так далее. Я начал об этом говорить, завел паблик, называл его Челябинский урбанист. Я не являюсь урбанистом, просто так паблик называется. Но меня стали называть урбанистом со временем. Ну, пусть так. Значит, и я понял, что я хочу рассказывать о проблемах не через длинные, не через длинные, не считабельные статьи в живом журнале. Я хочу, чтобы пацаны во дворе начали изучать урбанистику. Чтобы они разбирались не только в хороших машинах, но и в хороших улицах. Поэтому я решил давать урбанистику, какие-то элементарные знания через мемы, через видосы. Я начал снимать видосы про городскую среду тогда, когда еще не было у Варламова ютуб-канала, когда еще не было мейнстримом. И это зашло на самом деле, и люди начали подписываться. Я понял, что моя задача сделать так, чтобы у жителей моего города сформировался запрос на качественную городскую среду. А для этого им нужно рассказать, что мы живем в дерьме. И я начал показывать через визуализацию о том... Ну, начал говорить о застройщиках, о всяких таких моментах. Почему у нас некомфортный город? Почему он кажется серым? И что это зависит от вполне конкретных, принятых, неправильных решений. Начал запускать дрон с помощью друзей и фотографировать наши улицы, чтобы на простых примерах быть наглядным и показывать, что идет не так. То есть самое главное, я как человек, знакомый с МММ, понимал, нужно быть очень простым, очень понятным, чтобы люди подписывались. Потому что невозможно без большого сообщества делать какие-то там значимые дела. Это я наглядно показывал, почему нужно у ГИБДДшников отобрать все права по поводу регулирования наших улиц, отобрать полномочия по безопасности. Показывал примеры. В общем, показываю, что что-то идет не так. Это среда Челябинска, где мне парковаться и так далее. Потому что у нас очень автомобильный город после дорожной революции. И я, в общем, пишу обо всем. Пишу обо всем, что меня волнует. У меня нет контент-плана. Но так получилось, что люди подцепляются и начинают это потреблять. И иногда мы проводим всякие акции. Опять же, все это нужно для того, чтобы была картинка. То есть самое главное в любом мероприятии, тактическом урбанизме и так далее, чтобы что-то ушло в СМИ. Потому что СМИ — это и есть власть. Четвертая власть. И я начал делать реальные дела с командой, потому что, чтобы иметь аргумент скептикам, которые говорят, да он постоянно говорит, но ничего не делает. Лучше покажите, что он сделал. И реальные дела — это политически важный шаг, чтобы убрать аргументацию у тех, кто начинает с тобой дебатировать по поводу того, что урбанисты все дураки. А вот наши проекты, пожалуйста. У нас есть сайт, страничка, посмотрите наши проекты и так далее. Это первый наш проект. Я слышал про слово «тактический урбанизм», и я знал, что это типа из деревяшек что-то делают, и я решил из пустыря сделать сквер. Но мы подумали о том, что, ну, вот, наверное, из палет получатся прикольные там скамейки, клумбы. Мы это сделали, это стало общегородским событием, праздником, но теперь меня за это хейтят. То есть все вспоминают этот строительный мусор, который набросали урбанисты и отобрали парковку. Мы действительно отобрали парковку на этой брусчатке. И даже, я вижу, сегодня у нас поменялся губернатор. Люди пишут в комментариях, типа, познакомьтесь с черябинским урбанистом. И люди в комментариях пишут, да, он отобрал парковку, набросал своего мусора строительного. То есть мы после первого проекта сняли штаб, чтобы там хранить свой инвентарь. Мы поняли, что мы хотим, нам понравилось, мы хотим что-то делать снова. И мы сделали арт-переход. Это был наш второй проект. Очень понравилось. Аркаша Гершман написал об этом в своем блоге. И, значит, первый канал показал то, что вот в Челябинске появился там какой-то такой арт-переход. ГИБДД выписало предписание моментально, в течение четырех дней устранить. Мы это делали анонимно. Потом мы вышли из тени и сказали, окей, ребята, мы это устраним, чтобы не штрафовали администрацию за это. И мы покрасили сверху вот желтой-белой зеброй. Также метод быстрых побед. Мы начали преображать пространство, вот эти ужасные коммуникационные шкафы. Мы начали превращать в арт-объекты. Это способ не создания искусства, это способ борьбы с вандализмом. Потому что вандалы входят стороной подобные творения. Ну, в тему Велконгресса вставил. Это одна лишь часть работы, мы уже два года ведем этот проект. Он существует исключительно на пожертвование горожан. И государство, муниципалитеты никак в этом не участвуют. Мы открываем генадкомпанию и что-то рисуем. Год назад мы сделали газон по швейцарской технологии. Прилетили клочок земли. Это стало событием федерального масштаба. Принехало все СМИ. Неужели в Челябинске появился газон? Действительно. И это было то реальное дело. Мы потратили на это 50 тысяч рублей. И благодаря этому делу мы можем показывать администрации. Посмотрите, там вот клуба уродская, которую мы закупили за 30 тысяч рублей. А вот огромный кусок пространства, который мы благоустроили за примерно такие же деньги. Это важный элемент для аргументации. Вот мы сделали из качеля в сквере заброшенном. А эти конструкции были из уродского синего цвета в ржавчине. Мы потратили 20-30 тысяч рублей. И теперь это полноценное общественное пространство, в котором есть несколько типов качелей. Провели там ссорфест, ну просто потому что что-то надо было делать. Вот. Там организовались. Прилекли, кстати, фонд внимания, собрали деньги. И это сделали. Значит, к чему я все это веду? Самое главное в этих проектах, не сами проекты, не сами вот эти ящики покрашены. Самое главное, это картинка, которая будет бродить по сети. Самое главное, это факт появления фотографии вот этого газона. То, что вот человек вложил свои деньги и сделал газон в общественное пространство. Это имеет максимальный охват. Репост там, пикабу, в топе висит. Потому что это как раз таки меняет наш русский менталитет. Зачем примеры. Людям нужны примеры. И самое главное не то, что где-то там в городе есть какой-то газон. А то, что мы создали историю. Истории в случае нашей деятельности, это самое важное. Потому что мы все занимаемся, на самом деле, изменением сознания нашего общества. Потому что урбанистика это наука о том, как сделать людей счастливыми в городе, в пространстве. Кажется, что мы понимаем и изучаем это, как сделать людей счастливыми. И это наша политика. И мы пытаемся сделать наше общество нашим единомышленникам. И мы пытаемся показывать, рассказывать, привлекая их классными примерами о том, что все очень доступно. И вот есть путь к счастью, который лежит через урбанистику. Это тоже я занимался очень... Я хочу подавать информацию так, чтобы, листая ленту, человек остановился на этом посте. Это очень важно. То есть мало сделать хороший пост, хорошее исследование. Я не знаю про многих ребят, которые делают классные исследования просто потому, что они не умеют оформлять посты. И я пролистываю их. А это очень... Это большая проблема. Я считаю, что все те, кто хочет как-то что-то доносить обществу, менять сознание, должен уметь выступать. Должен уметь делать классные презентации. Рисовать классные фотки. Делать классную инфографику. Потому что только так можно зацепить сегодня людей с клиповым мышлением, которые очень быстро листают ленту. Значит, тоже маленький моментик, тоже Челябинск. Людей это цепляет. Люди начинают возмущаться, спорить, ругаться. Это здорово. Потому что вот создается вибрация, которая порождает дискуссии. А дискуссия это то, чего не хватает в городской среде. То, чего не хватает нашим городам. Естественно, невозможно стать экспертом, если ты родился в этом регионе. И в этом регионе пытаешься там что-то объяснить властям. Потому что обязательно у тебя есть какие-то интересы. Поэтому мы проводим вечерний урбан. Это мероприятие по образованию, по просвещению ночью городской среды. И последний вечерний урбан в Челябинске в пятницу вечером собрал 500 человек. Молодежь. Я в среду анонсировал, в пятницу люди пришли в пятницу вечером на окраину города, там университет, приехали и слушали лекцию про транспорт. То есть, казалось бы, это очень скучная лекция, но благодаря правильной подаче информации в социальные сети люди приходят, люди заряжаются. И следующий момент, когда ты просто показываешь решение проблем, ты начнешь думать, а когда все-таки мы начнем уже делать то, что мы показываем? И мы идем в бюджет. И исследуем бюджет и начинаем делать постики о бюджете. И ты понимаешь, что, блин, надо бы перераспределить бюджет. И ты обращаешься к депутатам. А почему бы не перераспределить бюджет? И ты начинаешь находить абсолютно удивительные цифры, что, допустим, хоккейный клуб получает из областного бюджета больше, чем тратится на благоустройство всего города. И даже больше, чем... У нас в Челябинск город зарабатывает со всей своей имуществом, со всей своей арендой 900 миллионов рублей, а тратим мы на хоккейный клуб больше. Я сделал ролик об этом. И после этого я стал врагом государства номер один внутри своей области, потому что там была правительственная верхушка. Сразу же на следующий день появились ужасные ролики про меня, про мою деятельность, какие-то фейки, платные размещения. Меня там скидывали редакторы пабликов знакомых. Потому что деньги бюджетные любят тишину. Это проблема. И мы должны быть готовы. Потому что если мы идем до конца, если мы хотим сделать города для людей, мы должны становиться сильными. Сила — это власть, сила — это медийность. То есть когда у нас много, мы в силах об этом говорили сегодня. Когда на митинг за велодорожки придет 20 тысяч человек, это невозможно будет игнорировать. Значит, народ требует велодорожек. И они вас растерзают, если вы их ему не дадите. Это я был в программе «Арсектор РФ», и я сделал об этом пост, и сразу появилась статья в медиа, что главный критик в какие-то страны. Ну, это очень забавно. Значит, чтобы вовлекать жителей, мы начали делать всякие электронные сервисы. Потому что сайт администрации абсолютно непонятный. Это пять минут, да, там написано? Абсолютно непонятный, там ничего невозможно найти. И мы решили делать параллельный сайт администрации, делать там информацию доступной, чтобы привлекать людей на публичное слушание и так далее. Мы сделали несколько сервисов. Их можно посмотреть у нас на сайте chelurman.ru. Один из них, один из прикольных, мы сделали чат чиновников. То есть на сайте администрации выходит постановление, они все написаны непонятным языком. И мы сделали шаблоны для этих постановлений, чтобы это все видело в виде чиновников, которые чатятся друг с другом. И, ну, в общем, анонсируют новые распоряжения и постановления. Значит, ты можешь быть очень умным, очень клевым и знать все особенности проектирования уличной дорожной сети. Но если ты не можешь участвовать в дебатах, в дискуссии с каким-нибудь чиновником-популистом, который умеет легко находить риторические всякие подколки, чтобы тебя засунуть за пояс, то ты проиграешь. Люди скажут, ну, блин, в нем нет силы. Очень важно и уметь держать удар. Это люди, это студенты, которые пришли на защиту своего сквера от строительства храма-часовни напротив главного корпуса университета. Вот. И я сделал несколько ярких постов об этом, и пришли люди, очень заряженные. И так получилось, что общественные слушания были отменены просто, потому что там столько завалилось давкой, и там стал такой крик стоять, когда там что-то пытались оправдываться, что уже все решено. Это вы личные слушания не про то, разрешать или не разрешать, а про условно разрешенный вид использования земельного участка. Им все равно. То есть, и это очень здорово. Это создает вибрации. И надо понимать, что в какой-то момент урбанистика превращается в политику. Потому что урбанистика — это о бюджете. Урбанистика — это политика. Выстраивание города для людей. Есть люди с другой политикой. Это выстраивание города, удобного для перемещения из контейнерного поселка быстро в центр города до офиса, на машине. Это разные политики. Обе из них, они правы с точки зрения тех, кто их лоббирует. Поэтому, чтобы сделать город для людей, нужно сделать так, чтобы единомышленников города для людей было больше, чем тех, кто хочет ездить на машине до коттеджного поселка. Это все так и просто. Поэтому сегодня, если мы говорим о велодорожках, это не вопрос того, делать или не делать велодорожки. Если у нас есть люди, которые хотят ездить на велосипеде, значит, мы должны им дать возможность ездить на велосипеде комфортно. Мы не должны думать и убеждать их, что это невозможно сделать, у нас снег, зима и так далее. Нет. Велодорожки — это о просто справедливом распределении общественного блага, городского бюджета. И то, что вот тезис, который я хотел сегодня донести и вез сюда, в Петербург, это то, что нисколько нам нужно быть дофига умными, сколько действительно уметь быть сильными, классными ораторами, уметь быть политиками. Потому что все мы здесь лоббируем что-то. Любое общественное делание — это есть политика. И вам повезло. Потому что вы действительно знаете, что нужно делать. А большинство не знает. Серьезно. То есть спроси кого угодно, все находятся в таком очень вялом состоянии. Ну вот нужно ремонт сделать, капитальные дороги. Вот. И через 10 лет то же самое. Вот поле, тут надо микрорайон застроить. И так далее. Я сделал карту, мы сделали карту урбанистов на сайте своем. И мы собираем там всяких активных ребят, которые ведут какую-то деятельность. Пожалуйста, добавляйтесь к нам, пишите. Очень много людей спрашивают. У вас такая здоровская движуха. А можно ли у нас такую? А вы можете франшизу сделать? Конечно, франшизу невозможно сделать. Нужно просто, нужно гореть и делать то, что ты хочешь. И делать вещи, которые ты считаешь правильными. И говорить правильные вещи. И не бояться последствий. Потому что у нас сегодня модно бояться. Но дело в том, что если ты считаешь свою позицию верной, и ты считаешь, что твое дело правое, можно прожить жизнь двумя путями. Можно беспокоиться, думать о последствиях, либо настойчиво делать то, что ты считаешь важным. И это, возможно, жизнь будет короткая, но очень яркая. В общем, мой тезис это... Если вас что-то беспокоит, обязательно говорите об этом. Потому что мы живем сегодня в таких городах, потому что люди не создают запросы. Они не жалуются чиновникам. Они не звонят. Я спрашиваю главы района. Слушайте, а почему так неудобно? Слушай, Лев, у нас ни одно обращение не поступало. Мы даже не знали об этом. И, в общем, истерите. Говорите громко. Снимайте. Это важно. Важно, чтобы мы создавали эти вибрации, которые в итоге выведут русскую ментальность нашего общества в какое-то нормальное то состояние, то состояние гражданского общества, когда люди понимают, что такое собственность, что такое счастливое будущее в своем городе. Большое спасибо вам. Есть вопросы сразу или после выступления всех четырех спикеров? Лучше сразу. После? А вот там Вова настаивает на после. Так, голосуем. В смысле, давайте... Кость, вопрос. Поднимите руку, пожалуйста. Власть, Пола. Ну, Кость, раз один вопрос, тогда мы двинемся дальше. Рука затекла, да? Ясно. Тогда двинемся дальше, а потом выделим временные вопросы. Петр, тогда твоя презентация следующая. Лев, спасибо большое. Я вообще, большое спасибо. Я не думаю, что так хорошо говорю по-русски, поэтому, когда я несколько дней назад сделал мой слайд, я все поставил по-русски, но, к сожалению, надо будет по-английски разговаривать, потому что у меня нет, и это слайд. Короче, пока вы, если хотите, можете выбрать, конечно, аппарат. До этого, может быть, у меня три вопроса, Петра. Три. Сколько из вас приехали за 30 минут или меньше сюда? Очень хорошо. Вы же вообще... И сколько из вас на велосипеде на Петербурге? Очень хорошо. А сколько из вас вообще живут и не гостиницы, из гостиницы пришли, а вот здесь живут в Петербурге? Очень хорошо. 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 Я должен перенести, по-моему, потому что я чувствую себя более комфортно с английским, по-моему, но, возможно, в следующем году. Что я бы хотел сказать, что это очень близко к тому, это про-очувствующему, это про-стать. Вы уже знаете эту картину. Это так много времени, что нужно иметьfillе на полного времени. И мы видим, конечно, вот последнее, об этом, автоматизация. Мы сейчас имеем машины, мы имеем электричественные машины и мы также имеем машины автоматически. Проблема с тем, что мы имеем еще больше места сейчас, потому что даже 6-х годов будет автоматизироваться Это очень хорошо для тех, что мы имеем больше людей, но мы имеем еще больше места. Это около 20-х больше, даже с мобильным или просто парки вашей машины амбиций, мы имеем 20-х больше места. В связи с тем, что мы имеем эти números от инженеров. Я уверен, что русские инженеры понимают это тоже. В амбиций, машины могут проводить 2,000 в час в час. Таким образом, 14,000 человек, или даже 17,000. Это все о том, как мы эффективно или нет этого места, что мы имеем среди, особенно в городе. Если вы инженеры говорить о технологии, очень часто они дают то, что это по-другому по-другому, это Those going faster and longer have a higher priority. So essentially we are incentivizing people to go further. Why is that? Isn't it better to go a short distance and find your shopping center or find your copy? We're not essentially looking to move. We want to reach our destinations. We want access to places. We don't want to go just for going. We're going for some reason. And not to mention, of course, the social impact that we will be sitting in, you know, small bubbles, not actually communicating with each other, but communicating with our, you know, with our cars, with technology is the one that communicates. Now here's the present time of Amsterdam. I was just going from the conference where I saw the picture and I stopped. This is a street where you have mobility and you have shops, you have coffee shops. You have massive economy, local economy that will actually allow you to go across to, to, to find any of your services. And yet you have around 36,000 people crossing every hour. The previous one was 4,000. Why would you want 4,000 people on those two lanes to have those priorities and not have any economy when you have, you could have also 36,000 people. And not to mention, of course, you can communicate with people while you're crossing the street, you're cycling, you're on a public transport or whatsoever. So what kind of cities want to live in? What mobility, what is intelligent mobility needs to do? It's not only the mobility itself, but it also needs to provide all the other services that you would want to do mobility. So it needs to be, you know, supporting the, the local economy. It needs to provide your health. If you're sitting in a car all day, then, and then also in your office, you're going to probably die much earlier. I mean, we know now from European numbers that more people die because of sedentary lifestyle. So people sitting all day than from actually car accidents or any kind of traffic violation. Not to mention, you want the mobility that actually brings together people. That actually, that's what I meant, obstacle costs. It's actually bringing people together when, when you move. Another very, very important slide. So if different mobilities have different impact to land use, if you, there's an example, if you actually have a system which subsidizes car use, then you as a driver, we want to find your hairdresser, your shop, your coffee shop, whatever, somewhere where you don't get into congestion, you can park. And then also you will, you will think about how do I get to those destinations, which do not have these problems of congestion or parking and so on. So you need more space, which means that you're going to actually find those activities more sparse around. So it's not going to be one city center, but you're going to go somewhere where people don't go. So you will need more and more space for activities that otherwise would be also able to have in one street, in one, one city center, but you're not going to go to city center because you need the coffee. As opposed to that, we have mobility, which is equitable, which is social. Anyone, you know, with a, with a lower level income can also use that. Teenagers can use that. You can find shops around because when you cycle, you actually don't want to cycle like two kilometers without anything to look at. You want, you want to cycle in places, same way as you want to walk in places where you can actually find something. There are shops or you actually, you know, essentially because you as a mover want that. The companies, the shops will move them. So they will actually come to places where you can also stop easily and brings together these very positive effects from, through cycling. But how would it work in a long, long, long distance? What if you need to do like 40 kilometers an hour? I mean 40 kilometers in one day. I usually say Netherlands is not a, it's not a country. It's a city. It's a megalopolis. It's the same size as New York, as Los Angeles. Very similar to Moscow and St. Petersburg as well. And yet, more than 30% of all the trips are done by bicycle. More than 30%. In city centers, it's more than 50%. Like Utrecht, Amsterdam, more than 50%. The point is that you don't have to do long distances. You don't have to cycle long distances. No one cycles more than 5 kilometers in Netherlands. The average, actually, of average distance to cover daily is 16 kilometers. No one cycles 16 kilometers. People essentially cycle to a train station, get a train, and then take another bike from the train station at the exit. It's not the same bike. It's mostly a different bike. The model actually started, especially since 2007, when the Dutch railways started to put out bike share facilities at the stations. Since then, now we reached at least half of the passengers on a train any day, started their trip with a bicycle. More than 50% of the train users started their trip with a bicycle. Why? Because you can get there. Again, you can get to the train station. You can get easier than walking or bus or whatever. Imagine that if you had a train station right next to you, or a metro station for that matter, wouldn't it be easier for you to take that metro? If you need to walk 20 minutes, you're not going to take that. You're going to take a car. So you need to make it comfortable. How can you make it comfortable to get to place? Cycling is the solution. The same way as you get your shoes on, it's very easy to just hop on your bike, off you go. You don't have to, you know, wait for the bus. You don't have to, I don't know, wait for other passengers to be picked up by a bus. You just get on your bike, you get to the station, and it has the same impact. So let's just consider, you have the same amount of time, you cover at least 9, 10, or even 25 times bigger areas than we're walking. Why? Cycling is at least 3 times faster. If you walk, let's say, 3 kilometers per hour, 3 times faster, 9 kilometers, I'm getting, sorry. If you, let's say, do 1 kilometer, you're happy to walk 1 kilometer, what are you going to do with a bike 3 kilometers? Then it means power of 2, you actually cover a 9 square meter area. So that's what I mean. You're not going to have to take the bus because it's slow, it's going to go all the areas that other people need to be picked up as well. You want something that is comfortable for you, the individual. But because of this, you also have more passengers on the train. So since 2007, the number of passengers also more than doubled in Netherlands, or the train line. I'll get there in a minute later. This is maybe from the user's perspective. So instead of, like, walking, you know, to your car, you could actually, right now, you might take a feeder bus. With the feeder bus, you get to the train station, or metro, or whatever. And then you again get out from metro station, you might need to wait again for the bus. I think it's a very good example here, on Basilekski Island. Any of, I don't know how you got here, but any of you, if you took the metro, then you need to wait for another tram or bus, and then wait for another 20 minutes on the bus to get there. The model changes once you actually can access and egress a train station by bicycle. Why is that? As the catchment area increases, A, it's of course easier to get there, but B, people tend to actually not get the closest one, but the one which has more services. Let me give you an example. If you have a city center like Utrecht, people from the suburb of Utrecht, they don't take the train station at the suburb of Utrecht, they cycle into the station. So you need even less stops for the train line. This way, you're actually getting a higher level transit. You don't have to have all the services. You don't need local bus services. You need, you have an increase in service for the train. An example from Moscow. If you walk 15 minutes, Is it this one? If you walk 15 minutes from this location, which is quite central in Moscow, you don't get any metro stations. If you cycle 15 minutes, not only you get 13 stations, you have four, no, five different lines. You can actually customize your trip to what you want to go, where you want to go. It's also beneficial for the public transport authority because you don't have to make that many changes. You actually lower the demand for transport. Yeah, so that's what I meant, like customization. And you could also have less stops, I mentioned. What I did not mention is that because more people actually now go to the center, where you have a faster line, that means more of the services will come there. Here, if you're at a McDonald's, maybe you have users of 1,000 people who come and then maybe pop into this McDonald's or from this coffee shop or whatever. But here, you probably have 10 times as many people. So McDonald's will come here, coffee shops will come here, all the services will come here and essentially create a new city center. With speeds, we actually see this, that with cycling and transit separately, none can actually compete in the car. With the car, you jump in, off you go, you jump out. But then when it comes to combining the two modalities, cycling and the train, not only provides the door-to-door access, but also the speed. Yeah, I mean, I would also add, actually, given that because you have more passengers getting to the train station, that means also the public transport can provide more services. So the number of trains now increased so rapidly that there is no station in Netherlands which is not served at least four times in an hour. So it's 15 minutes. In busier areas like Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, there's a train every 10 minutes. So it doesn't matter when you get there, there will be a service within 10 minutes. It's just like a metro station, a metro line, but actually brings so many more people than a bus service or anything like that. Right, so that's what I mentioned, that the lower-level transit like buses would decrease, but the higher-level transit would increase demand. There's more money. It's also more efficient because, let's say, trains don't have to stop every corner, so because you don't have to stop and accelerate again, you actually save money for the public transport. So it's a win-win-win for everyone. Not to mention it from a user's perspective, you don't have, you have time to deal, let's say you have exercise a little, a 15-minute exercise cycling, then you have a 15-minute train ride. You can maybe even write an email, read something. Cities become actually more competitive when it comes to cycling and public transport. There's less and less cars. If we talk about modalities in Netherlands, all modalities now actually flattened or decrease, except for the combination of cycling and transit. So, there are more cars actually. In Europe, Netherlands have the third most amount of cars per thousand people, and yet people don't use them because it's more comfortable to use cycling and train for those long distances as well. When it comes to, for example, normal cycling without transit is stable, so the amount of people getting to cycling doesn't increase, but the amount of people who cycle and then take the train is increasing. Actually, very considerably, it's around 5% every year annually in the entire country. Another very, very interesting aspect is the urban drone, as we talked about, the predecessor talked about, that because more people cycle to these stations from longer distances, you will actually see more people on the street. You increase safety by the fact that more people on the street, you know, more eyes on the street, so people actually interact with each other. And what I really, really like about it is the urban sprawl. You might know the concept that, you know, we're taking more and more space because cars need more spaces. Now, this actually reverses the entire concept, the methodology, and clusters these areas. So because we have, let's say, these train stations, we have more services, a new McDonald's, a new shopping center, and so on, you actually cluster and more people get there, even those who might not want to go anywhere by train, but they will come to do their shopping there. Sorry, I talk too much. All right, that's an example, for example, St. Peter's. The yellow just shows that, you know, what is the area that you can cover from 50-minute cycling from all those train stations? Just 50 minutes, you know, that's not much. It's 50 minutes, it's the closest bus stop is more than 50 minutes. So these are all areas that you can cover. Of course, you need to also talk to the local train authorities to connect these. For example, I saw that in most trains, I think, stop in the center, whereas they have an infrastructure to be connected and to go through St. Petersburg. So let's say someone here, living, could cycle in and then get all the way there and then cycle out to any of the destinations going there. and in the meantime, could, you know, read their emails or do whatever. Just zoom in. We left that, of course, Basile Island, but if you just combine also the two metros, so this is only train stations. If I also have the metros, imagine, you know, you cover also Basile Island because the metro stop will also have a bike share facility. And this is what actually I do with the company Mobilock. This is one of the small examples that we put out in a bus station, a very small bus stop on a corridor. It's totally different to the model that you see most of St. Petersburg. It's a model where you pick up the bike and it's yours for entire day. So until you come back, you don't have to drop it off, it's yours. Essentially, the point is that you're comfortable with that, you take it, you bring it back whenever you want within 24 hours. We do, of course, need more infrastructure and that's a prerequisite. What's very, very important with cycle share facilities is that you have a bike at the exit, at the address side of the station so people don't have to take the bike with them. Yeah, some reference if you make sense. So I think I would also agree with the previous discussion that it's more about what kind of cities we want to live in and not what kind of mobility we want. thank you so much and any questions. thank you so much. Thank you very much, Peter, for your presentation. I think we'll have a question to finish, right? The next presenter is Masha. What? What? I work with you. Okay. Masha, do you need 15 minutes or 20 minutes? 15 minutes. 15 minutes. Good morning. Good morning, friends. Good morning. It's very nice to see you a lot of acquaintances. лиц. Сегодня мы поговорим о деревьях, а не о велосипедах. Почему о деревьях? На самом деле деревья в нашем городе это приблизительно такие же изгои, как и велосипеды. И именно поэтому, мне кажется, имеет смысл говорить, так сказать, о братьях наших и соседях, посмотреть, как с ними это происходило, и подумать, как их вернуть, и, может быть, они нам помогут вернуть велосипеды. На самом деле дерево, как общественное пространство, было всегда. Вот здесь вы видите, что и в 17 веке вокруг него кипела жизнь, в 20 веке вокруг него теплилась жизнь, а в 21 веке что-то пошло не так. Вот эта картинка, мне она очень нравится, потому что она очень хорошо показывает все мечты Яны Гейла были воплощены уже у нас на углу науки. Здесь и дерево прекрасное, и скамейка, и бабушка, которая следит за тем, что происходит на перекрестке. И здесь вот вот все просто можно сказать как надо, вот хорошо как-то все. А вот теперь этот перекресток выглядит так. Бабушки нет, дерева нет, и все заполнили машиной. Вот что такое перекресток сейчас в Санкт-Петербурге. Вот здесь тоже это перекресток угол Лонского шассе и Новосибирской. Здесь прекрасные две дамы под ним разговаривают. Скамейки нет, но дерево есть, и это главное. А вот так это выглядит перекресток сейчас. Ни бабушек, ни дам, ни дерева, и в общем-то опять машина. На улицах когда-то у нас кипела жизнь, были деревья, скамейки, и в первую очередь были люди. Вот это Невский проспект, а это Малая Конюшина, а это проспект Стача. Здесь все еще хуже, потому что здесь не просто исчезли деревья, а здесь полностью территорию заняли машины. Когда это произошло? Вот первый вопрос. Вот так, например, в 90-м году выглядела набережная реки Карповки. Вот здесь гуляли люди и двигались свои прекрасные лыти и ботанический сад. А вот сейчас это выглядит вот таким образом. Немного времени ли деревья, исчезли деревья, исчезли люди. Вот таким образом выглядела мойка, набережная мойки в 90-е годы, до 98-го года. Это снято с моста с Невского проспекта. Вот сейчас это выглядит таким образом, и как вы видите, да, все пространство набережной опять занято машинами. Вот так вот выглядел канал Грибаледова когда-то, это тоже 90-е. Сейчас он выглядит вот таким образом, и здесь также одни сплошные машины. Деревья исчезли, они были и исчезли с наших таких магистралей, где вы даже, наверное, вот вы угадываете, где это? Можете догадаться? Да, это Лиговский проспект. Это выглядит вот так. Что хотелось бы сказать. Уличные деревья в нашем городе это уже раритет. Вообще в Санкт-Петербурге на улицах на данный момент всего 217 тысяч деревьев. Это приблизительно столько же, сколько в Париже. Но в Париже площадь на порядок меньше. Париж по площади это наш приморский район, в котором 22 тысячи деревьев. Например, на весь Адмиралтейский район деревьев 1900. То есть на самом деле, по сути, вот мы сейчас разговаривали с Мишей, и он сказал, что для него Санкт-Петербург это не зеленый город, и он не видит у нас деревьев. А они есть, конечно, но их очень мало. Мне показалось важным вот этот момент, вообще мне кажется, что дерево, если мы сами о нем задумываемся, где эти деревья есть, как их вернуть в город, да, если мы обратим внимание на это жителей, мне показалось, что мы, в общем-то, добьемся того, что жители выйдут на улицу, потому что на данный момент их нет. Я решила посмотреть, как обстоят дела с картами деревьев и вообще, что это такое, как за деревьями ухаживают в других городах. Вот, например, в Берлине и Вене деревья, каждое уличное дерево, но это же все-таки немцы, австрияки, они достаточно рациональные и продвинутые, поэтому у них деревья считаются недвижимым имуществом, и как любое недвижимое имущество подлежат регистрации. И уходом за деревьями там и все, что с ним связано, занимаются специальные люди, инженеры, а у каждого дерева есть свой номер. Вот эти таблички, это то, как выглядит, то есть у каждого дерева, когда вы приедете туда, обратите внимание, у каждого дерева будет своя табличка, и если вы зайдете на карту, то сможете узнать, когда последний раз его проверяли, в каком он состоянии и так далее. В Париже также, в общем-то, деревья закадастрированы, и карту используют, естественно, инженеры для того, чтобы за ними следить и ухаживать. Горожане к этому не имеют отношения. Но самые лучшие карты – это в Амстердаме. В Амстердаме есть карты о чем угодно, но, естественно, в первую очередь в деревьях, и вы можете увидеть, какие это деревья, как они расположены, в каком они состоянии, какого они возраста. Еще, помимо этого, вы можете узнать, как двигаются птицы, и где находятся пчелы, что происходило для них, это очень важно, после наводнения, и сколько деревьев погибло, и так далее, и так далее, и так далее. Самое удивительное, что за каждую карту отвечает отдельный человек, и вы можете онлайн с ним связаться и спросить, а как обстоят дела у нас с пчелами на такой-то улице, и вообще, куда они делись. В Лондоне наиболее интересно для нас, потому что в Лондоне существует две карты. Существует официальная карта уличных деревьев, и на ней отмечено порядка 700 тысяч уличных деревьев. А есть карта, сделанная волонтерами. Называется она «Тризила», и на ней уже отмечено 830 тысяч деревьев. И почему это важно? Потому что люди в какой-то момент захотели понять, а что у нас с нашими деревьями? Мы же вроде бы зеленый город, Лондон, а их мы не видим. И что с ними происходит? В каком они состоянии? И они, собственно, сами своими силами нашли платформу Open3Map, и на нее вот в течение определенного времени наносили вот таким вот образом деревья. То есть там можно разместить местоположение, узнать, какого она, какого типа дерева, да, и внести какие-то данные конкретные, связанные с уходом. Мы подумали, а почему бы не сделать такую же карту в Санкт-Петербурге? И вот у нас появился проект «Общественная карта деревьев». Она абсолютно бесплатна для всех жителей. И любой житель, и гость нашего города может зайти на карту деревьев и нанести то дерево к одной улице, которое ему важно, нужно, и которое хотел бы отметить, чтобы вы, не дай бог, не успели спилить. Вот таким вот образом выглядит интерфейс. То есть вы можете сделать фотографию, указать вид. В ближайшее время можно будет именно выбрать из определенного, то есть путем определителя выбрать тип дерева, если вы не очень хорошо в этом разбираетесь. И на самом деле самое простое, то, что это работает со всех устройств, и очень просто в обслуживании, не в обслуживании, а в обслуживании, кстати, это непросто. Компания «ГИСБИС» дала возможность нам использовать свою платформу, и там уже нанесено достаточно большое количество деревьев, в том числе, например, сады Русского музея. В садах Русского музея можно увидеть одни из самых старых деревьев нашего города, хотя и на улицах у нас тоже есть деревья старше 100 лет. Также там есть карта, слой деревьев, где они были, но теперь их нет. И как вы видите, в центральной части, вот эти красные точки, это все те места, где деревья были, а теперь их там нет. И также вы можете увидеть на этом слое, как это выглядело раньше и как это выглядит теперь. что хотелось бы сказать. Хотелось бы сказать, что пока в городе мы не можем высаживать деревья, но мы можем посадить их на карту. И я призываю всех начать высаживать деревья на нашей карте «Урбан Трис». Маша, спасибо тебе огромное. В дополнение к тому, что сказала Маша, у нас будет 6 апреля с часу дня до 3 часов дня «Урбан Квест», где мы будем учиться быть ответственными горожанами. И в рамках этого квеста мы будем на одной из точек разделять мусор, на другой точке мы будем учиться правильно вести себя с городскими птицами, с бездомными животными. И в том числе у нас на одной из точек будет Маша, где вы будете вместе с ней замерять деревья и наносить их в эту карту. Поэтому, если вас это волнует, то приезжайте на квест, тоже участвуйте. А теперь у нас последняя презентация от Михаэля, от Миши, если я позволю так тебя называть. Можно так? Да, и он расскажет про то, что происходит в Берлине. Тебе 20 минут нужно, прости, или 15? Наверное, 20 минут. Хорошо. Я расскажу о том, как общественные движения добились того, что у нас в Берлине появился первый в мире закон о мобильности. Берлин – это город и флоральная земля, так что он может создать закон, только как муниципалитет и законодательство. У нас проблема, как везде, пробки, опасность велосипедистов и пешеходов. Наше решение, тех, кто собралось, сделать передвижение на велосипеде безопасным и комфортным для всех. И у нас главный критерий для хорошей велосипедной инфраструктуры. Я бы тут ездил со своим 12-летним ребенком, потому что до 10 лет могут на тротуар ездить, потом нельзя. И большинство видодорожек, которые были построены за последние 20 лет, не соответствуют этим стандартам. Вы видите на этой картине там уличные рисунки, разметки, которые все равно позволяют, например, вот это место использовать как стоянку для таксистов перед шоппинг-центром и гостиницей. Ну и мы ставили мягкие игрушки и позволяли детям там ездить во время одной демонстрации. Существующая инфраструктура в Беллине, и не только в Беллине, есть на бумаге, но фактически она припакована машинами, и поэтому для тех, кто не очень уверенно ездит, ну просто причина не ездить на велосипеде. Мы собрались в конце 2015 года, зная, что в сентябре 2016 года будут выборы в Берлинский парламент городской, и мы задались вопросом, как можно продвигать вопрос о изменении в мобильности и о велосипедизации во время этой предвыборной кампании с надеждой на то, чтобы потом сделать большой шаг вперед. И мы разработали 10 целей из очень много возможных целей, которые мы считали, мы их можем передать, их можно коммуницировать. Я только несколько назову. Сеть из 350 километров велосипедных улиц, это значит побочные улицы с приоритетом для велосипедов и без проездного транспорта, значит машины могут въездить, чтобы там что-то делать, но не проехать эту улицу. Мы хотели и получили так велодорожки на каждой главной дороге в городе. Мы требовали перестроить 75 перекрестков в год и сделать их безопасными. И еще один важный аспект 100 километров скоростных велосипедных дорог для того, чтобы люди из пригородов быстро могли добраться на велосипеде в центральные части города, где работают. Но для нас это было не просто для того, чтобы продвинуть ситуацию существующих велосипедистов. Мы хотим инфраструктуру для тех, кто сейчас еще не ездит на велосипеде, и которые в целом разгружают весь город от автомобилей. И таким образом мы показали, для кого, для каких видов транспорта наши требования, в том числе кроме велосипедистов, еще выгодно. Например, на примере пешеходов можно сказать, когда есть хорошая велосипедная дорога, меньше велосипедистов будут на тротуаре. Это очень важный аспект, особенно для пожилых, очень важный фактор. Поэтому мы всю компанию строили на то, что для всех нас, не только для нас велосипедистов. Соответственно, мы собрали движения, разные общественные организации, которые нас поддерживали. И это, опять, не только велосипедные организации, а также, например, организации пользователей общественного транспорта, людей с ограниченными возможностями, экологов, пешеходов. Так что, если эти организации нас поддерживают, таким образом мы могли показать, что это на самом деле закон для всех будет. Что мы выбрали? Мы выбрали инструмент референдума. Это законодательный инструмент, который для граждан Берлина существует. Это состоит из трех этапов. Первый этап – это заявка на проведение референдума. Для этого нужно в течение шести месяцев собрать 20 тысяч подписей на бумаге, на официальном согласованном бланке. Второй этап – если первый удалится, тогда надо 170 тысяч подписей опять на бумаге собрать. Это тогда первый уровень референдума. И третий этап – это как раз голосование на участках, как во время выборов. И в конце концов получается закон. Закон города, земля, Берлин, который, конечно, похож на закон, который принимает Берлинский парламент. Мы собрали во время этого сбора подписей порядка полтора тысячи активистов, которые собирали подписи. 250 магазинов поддерживали нас. Они принимали заполненные бланки. И там тоже можно было подписаться. И, конечно, все мало спали. Это было очень веселое время. День и ночь собирали. Везде. И кто еще не под... Ну, мы кричали на всех. Мы уже подписали. И когда мы считали, что получилось, мы думали, ну, 50 тысяч, да, мы успеем. 80 тысяч было бы вообще круто. И у нас были слезы в глазах, когда сто пять тысяч подписей собирали. И не за шесть месяцев, а за три с половиной недели. Значит, это не просто, чтобы мы были такие крутые, да? Мы отвечали на вопрос, который волнует общественность, агрессивность на дорогах. Вот постоянные пробки, что все место, все пространство в городе занимается автомобилями. Это людям реально надоело, поэтому нас чуть ли не обнимали и целовали за то, что мы взяли такую инициативу. И понятно, когда опубликовали вот такую цифру, все понимали, что это не один из очередных референдумов будет, а что это главный вопрос. И так получилось, что во время предвыборной кампании это было одной из трех самых главных тем предвыборной кампании. Нам повезло с тем, что победили те партии, ну, партия социальдемократов, партия левых и партия зеленых, которые вместе решили создать коалицию. И чтобы создать коалицию, команды несколько недель и месяцев ведут переговоры о том, что эта коалиция в течение этого созыва парламента будет делать. Соответственно, есть комитеты, рабочие группы, которые на разных темах работают и ведут переговоры. Это перед первой сессией комитета по транспорту мы передали торт. Там это красные, красные и зеленые слоя, потому что это цвета партии. Но, вы видите, мы написали свою цифру 150 тысяч, так что там есть, мы вас обнимаем, а там тоже есть всегда угроза нашего количества подписей. И это, кстати, пришли там председатели фракции, так что мы с ними договорились, они принимали этот торт. Начинался процесс о переговорах в феврале 2017 года. Кстати, коалиция в своем договоре решила, что они поддерживают все наши 10 целей и хотят с нами поступить в процесс переговоров. И переговоры были полтора года о законе о мобильности, так что не только о велосипедном вопросе, а также о других вопросах. 28 июня 2018 года, значит, целых полтора года назад, после того, как начали, мы могли праздновать принятие закона Велинским парламентом. Кстати, женщина там в белых волосах, которая там говорит, это сенатор, так что земельный министр, которая пришла, конечно, на нашу вечеринку. Этот закон о мобильности включает сейчас три части. Первая часть – это общая, и самый главный пункт в этом, что приоритет, когда надо решить, для кого строить инфраструктуру, приоритет всегда отдается экологически чистым видам транспорта, значит, общественному транспорту, ежегодному и велосипедному. Вторая часть – это закон об общественном транспорте. Там нужна была просто новая версия, но там тоже очень много новых прогрессивных аспектов. Например, что компании общественного транспорта могут самостоятельно эвакуировать машины, которые пакуют на остановках и на автобусных полосах, что в Белине совсем регулярно происходит. И третья часть – это велосипедная часть, и будет еще часть о пешеходном транспорте и о городской логистике. Хорошо, что у нас был такой закон, и это большой успех. Ну, таким образом, что мы в процессе переговоров получили закон, у нас в принципе одна цель – с администрацией, с правительством, с парламентом и с нами. И нам не пришлось пройти второй и третий этап референдума, но все равно, что принимали такой закон и говорит о том, что в конце концов такая инфраструктура и строится. Можно строить или можно найти причину, почему. Тут нельзя, невозможно. Тут надо вот эти упаковки сохранить. И у нас проблема отсутствия кадров. Венецкая администрация – это вообще кошмар. У нас очень устаревшие процессы в городской администрации, потому что 20 лет в принципе только уволены людей, они принимали новых, ничего не вложили, потому что они 20 лет назад обанкротятся достаточно сильно. И есть сопротивление части проектировщиков, которые хотят старую инфраструктуру, нарисованные разметки на улицах, а не защищенную инфраструктуру, как мы хотим. Поэтому мы поняли, надо дальше работать, и мы проводим разные акции, разные виды деятельности. Одно из самых крутых мероприятий – это «Кидекльмасс» как критическая масса, конечно, как официальный митинг для детей. Для детей это кайф. И мы таким образом можем показать, для кого мы это делаем. Мы это делаем для того, чтобы освободить детей из этой тюрьмы, в которую автомашины их уже отправили. Дети уже свободно передвигаться на улицах не могут, пешком или на велосипедах, так что это очень важную картину тоже создает. Так что мы всегда, как уже предыдущие ораторы говорили, показать картину. И простыми словами, очень хорошая картина – это самое главное. Акция может длиться только 10 минут. Главное, чтобы было в новостях. Наш, можно сказать, самый успешный политический продукт – это акции памяти. У нас когда человек, велосипедист, был сбит насмерть, у нас в следующий день автоматически акция памяти на этом месте. Мы всегда попадаем на новости, приходят очень много людей. И таким образом, раньше мы уже говорили о том, crash или accident, я слышал сегодня уже на сцене в предыдущей сессии, вопрос ответственности. Когда велосипедист или пешеход сбит насмерть, это просто так неизбежно или есть политическая ответственность? Мы ставили вопрос об ответственности, и сейчас все понимают, ответственность есть. Если кто-то был сбит насмерть, надо предпринимать меры, чтобы ситуацию снять. Сейчас мы медленно начинаем видеть новую инфраструктуру. Тут один очень смелый сотрудник администрации решил готовый проект. У нас вот эти процессы проектирования занимают очень много времени, 3, 4, 5, 6, 7 лет. Это совсем нормально. В последний момент решил изменить проект. Там хотели тоже делать стоянки, упаковки и мелкую узкую велополосу. И построили вместо этого вот эту классную зеленую полосу шириной 3,5 метров. Это вообще классно. Но вы видите вот эту красную, как это показать, вот эту красную разметку в конце. Очень хорошая защищенная инфраструктура. И мы решили вот то, что вы видите красным, вот в этом проблема. Потому что я, как уверенный велосипедист, там могу проехать. Мы ареновали два грузовика, сделали небольшой митинг в субботу рано утром на этом месте. И сделали вот эту фотографию. И я думаю, вот эта фотография показывает разницу между инфраструктурой, которая считается стандартом в Германии, вот такой, и тем, как это надо, голландский дизайн. Я сейчас, это уже два слайда остались. Так что это несколько примеров того, как мы работаем. Мы работаем, конечно, тоже за сценами, мы говорим с политиками, мы ведем работу с прессой. Все, что вы можете представить. Один главный аспект после того, как закон, или уже давно до того, как принимали закон, мы знаем, что строят инфраструктуру как раз районные города. Не земельные министерства, как городская власть, а строят районы. Они самые слабые с точки зрения персонала. Их сотрудники получают меньше, но они должны строить, и они те, на которых кричат те, которые защищают свои парковки. Когда публикуется проект о том, что тут хотят строить велодорожку, понятно, автомобилисты сразу кричат, а тут вот эти десять парковок нельзя убрать. Это вообще тогда конец города. Поэтому мы создали районные велодорожные, дружественные к велосипедистам сети или инициативы уже в десяти из двенадцати районов Берлина, которые тогда работают в муниципальной политике, делают акции, разговаривают с сотрудниками администрации, с политиками, и нас уже очень серьезно воспринимают, так что мы большой игрок в транспортной сфере Берлинских районов. И в том числе в прессе. Одновременно у нас, вы знаете, Германия — это страна автопромышленности, с этим большая проблема. Наше министерство транспорта на федеральном уровне — это, в принципе, министерство автопромышленности. Оттуда хороших новостей не бывает. Это просто абсолютно кошмар, вот вы слышали об этом загрязнении, об проблемах с дизелем. Министерство работает только для того, чтобы автопромышленность немецкая могла работать как дальше, обмануть как раньше это делали. И мы сейчас, ну, нас копировали во многих немецких городах, тоже велосипедные, муниципальные тогда референдумы. И, значит, таким образом у нас появился grassroots movement из велосипедных референдумов и инициатив. И вместе с ними мы сейчас работаем над тем, чтобы создать кампанию на федеральном уровне, чтобы во выборах в 2021 году у нас такой кошмар не случилось, что опять министерство автопромышленности фактически подключается, а чтобы все партии уже высказались за то, чтобы продвинуть велосипедный, пешеходный и общественный транспорт как реальную альтернативу и спасение наших городов. Спасибо. Лиша, спасибо большое. Давайте теперь вопросы. Я буду к вам подходить просто и давать микрофон, чтобы все остальные тоже слышали. По руке, Оля, я подойду. А, ты подойдешь. Все, ладно. Прекрасно. Забрали мне работу. Здравствуйте. У меня колю вопрос. Вот то, что вы делаете, создаете вот эти вот, ну, какие-то зоны благоустройства и все. Я когда видел вот эти работы, ну, когда они появились, разумеется, все это было в сети. Как вы считаете, не будет ли такие инициативы каким-то таким поводом местным властям расслабиться? То есть, люди и сами делают, вроде бы у них что-то получается, вроде бы людям нравится. Ну, на нашей территории, ну, пускай. Мы там позволим, да, определенного образа им что-то делать. Ну, когда-то, может, скажем, там, что-то закрасить, что-то убрать, ну, когда немножко там перестараются. Вот. То есть, вы им, как бы, подыгрываете за свой счет. Вот. Как вы считаете? Да, я понял. Ну, в процессе эволюции эти люди выберут в любом случае, потому что, если они расслабятся, то через 3-4 года мы скажем, ребята, все говорят, а мы делаем. Может быть, тогда мы будем править в таком случае. И они потеряют свои ресурсы, потеряют власть. Поэтому, на самом деле, лучше делать активизм, чем не делать. И лучше показывать, потому что это создает вибрации в обществе. Это то, что нужно, потому что, как я говорил, если мы хотим делать классный город, это рано или поздно приходит в политику. То есть, мы видим то, что наш коллега из Германии очень спокойно говорит о том, о партиях, о политических. Мы об этом не говорим. То есть, у нас еще институт гражданского общества совершенно не развит. Но это нормальная тема, это лоббирование. И, соответственно, в следующий раз, когда мы захотим... В следующий раз, когда будут выборы в городскую думу, мы скажем, ребята, давайте выберем тех, кто лоббирует правильные идеи. И давайте выберем тех, кто реально что-то делает. И тогда это угроза для тех, кто решил расслабиться. Поэтому я не вижу в этом проблемы. Я считаю, что мы должны наращивать обороты, показывая запрос людей на изменения. Я вообще-то хотел добавить, что или сразу вы можете на выборы выйти. Очень много уже таких примеров видим в Хорватии, Словении, что муниципетные адвокаты, даже партию или без партии, берут с собой, чтобы идти на городских выборах хороших. Все можем депутатом стать. Приглашают. Нет, нет, есть депутаты. Хорошо, давайте еще вопросы. У нас очень много времени. К Михаэлю вопрос. Скажите, пожалуйста, вот эти ваши дружины в каждом районе под названием «Нетцверкфарад френдлишис». Они кто такие? При каких органах они власти, каким они приписаны? И чем они занимаются? Ходят по улицам и сражаются с велосипедистами, с автомобилистами? Они достаточно разные, но формально это какие-то проекты нашей общественной организации «Changing Cities». Мы создали общественные организации из инициативной группы по проведению этого референдума. И потом вот создали эти инициативы как, ну, они не имеют статуса, они «Changing Cities». И в одной сети, например, есть больше градостроителей и проектировщиков, чем в районной администрации. В другой они больше занимаются акциями, в третьей больше лоббируют в местном парламенте. Так что они по-разному работают, они друг у друга учат и смотрят, как успешно можно работать. Так что совсем по-разному, но у нас, ну, и на районном уровне мы видели, что мы продвигали закон с общими стандартами, с общими количествами, а не с конкретными проектами. А эти районные сети тогда продвигают конкретные меры, чтобы на этой улице наконец что-то строили, на той что-то строили, чтобы этот ужасный перекресток переделали или что угодно. Ответили на вопрос, да? Давайте дальше, Катя, вот тут девушка. А потом вы молодой человек, ладно? Здравствуйте, меня зовут Шеломцева Екатерина, Москва. Я флориста. Вот. И, естественно, меня интересует тема озеленения. И хотела бы спросить у вас, есть ли ваша программа, будет ли развитие ее на город Москву? Потому что у нас, допустим, очень много тополей, и каждое лето это целый бич. И как для пешеходов и сотрудников офисов, в которых это окно залетает, и для велосипедистов и автомобилистов. Вот. И будет ли подсчет? Вы хотите вырубить тополя? Нет, просто подсчет и мониторинг, где, в каком районе, насколько их большая концентрация и так далее. Спасибо за вопрос. На самом деле, тополя в нашем городе, в Санкт-Петербурге, появились очень давно, до революции. И очень известный ботаник Вольф считал их самым красивым декоративным видом, который должен быть на улице. Не в саду, не в парке, а именно на улице. У нас были совершенно потрясающие красоты тополейная аллея, но как раз именно из-за автомобилей, в первую очередь, их начали вырубать. Потом под это подвели, как бы пытались сказать, о том, что пух мешает людям. И что удивительно, я не знала, что, оказывается, он мешает автомобилистам. Не совсем поняла, как это может быть, но не важно. По поводу карты в Москве, Welcome, компания Гизбис предлагает данную платформу и уже в ближайшее время, не в ближайшее время, а уже в Тюмени, эта карта действует и люди уже там высаживают деревья. Так что, пожалуйста, попробуйте, ну, я не знаю, если не видели вы там данные urban3.ru, вы можете, в принципе, туда написать сообщение с пожеланием и связаться и уже как бы это сделать. Маша, а не должны ли вы сделать так, чтобы эти карты были все-таки сотрудники муниципалитета, потому что на городских активистах это невозможно систематизировать? Дело в том, что на самом деле компания Гизбис и платформа, она работает с местными муниципалитетами, но очень сложно, но их немного пока что, да, просто очень сложно их убедить, что им это просто необходимо и облегчает и помогает возможность работать с деревьями на их территории. Но эта работа ведется и мы не можем, то есть мы не правительство и мы не исполнительная власть, чтобы директивным методом сказать всем муниципалитетам, давайте-ка все на нашу карту. Поэтому мы начинаем постепенно, привлекаем горожан и надеемся, что муниципалитеты к нам подтянутся. Но по факту эта карта нужна для привлечения внимания отсутствия зелени в городе, да? Не только. На самом деле эта карта позволит тогда, их всего 217 тысяч, если поделить на наши 18 районов, для того, чтобы посчитать эти деревья, достаточно будет порядка 200 человек всего. А после того, как мы их нанесем, у нас будет очень четко и видно, понятно, где этих деревьев не хватает и где необходимо их срочно высаживать. Спасибо, вот там молодой человек, потом его, потом вы. Спасибо. У меня к Микаэлю вопрос. Вот Германия довольно автомобильная страна, и вы провели такую работу, собрали 105 тысяч подписей. Что же автомобилисты? Они пассивно наблюдали? И не мало ли тогда вы запросили, может нужно было забирать больше? Автомобилисты, ну как бы они на уровне федерального министерства делают свой лоббиизм, но против нашей кампании в конце концов очень мало кто высказался. И даже вся пресса, ну каких журналистов отправили, чтобы нас осветить? Велосипедистов. Потому что в редакциях газет тоже передвигаются на велосипеде, как каждый нормальный горожанин. Так что заняло год, пока мы получили первые негативные статьи, поэтому автомобилисты достаточно, ну они уже не смело могут сказать, мы хотим больше места в городе, потому что всем понятно, что все место уже занято. Кстати, мы на 100% движение волонтеров. У нас сейчас появились три человека на подставке, а все остальное это волонтеры, да? Я тоже не работаю, это не моя работа, это свободное время. Вова, теперь твой вопрос. Да, спасибо за презентацию. На самом деле, на мой взгляд, одна из лучших секций данного конгресса. Не знаю, что организатор должен любить всех. Но тем не менее, вопрос такой, он звучал уже несколько раз на других секциях. Для тех, кто как раз волонтер, активисты, как не перегорать? Потому что этот вопрос, мне кажется, сейчас активистов в России очень многих волнует и очень многие перегорели. И сейчас мы наблюдаем некоторую депрессию в велосипедном движении активистов в России, поэтому вопрос ко всем, как не перегорать? Да, неудачная, конечно, секция в плане того, что тут два свежих активиста у нас, Лев и Маша. Но, наверное, они и ответят, как нам не перегорать. Кто начнет? Нет, у меня. Ну, на самом деле, ненависть к разрухе является моим главным источником вдохновения. Ну и вообще, надо пожить в Челябинске, чтобы понять, как не перегорать. Да, и вот меня иногда спрашивают, почему ты не переезжаешь в Москву и так далее. Я просто не понимаю, что делать там, потому что, ну, вроде как там уже план партии относительно правильный. То есть, ну, люди делают какие-то правильные вещи, а мы все еще в 90-х и занимаемся расширением дорог. И, знаете, наверное, я думаю, что здесь невозможно дать совет. Это не математика, это через сердце лежит. Вот ты не перегоришь, если ты горишь. Вот. И я думаю, что всегда нужно ставить перед собой какие-то большие цели. То есть, я в потоке, я не знаю, во что это все выльется. Я делаю то, что считаю нужным сегодня, и, ну, то, что меня сегодня задевает. И у меня есть мечта. I have a dream. И я просто говорю ей и делюсь этой мечтой со своими подписчиками, да, наверное. Просто не боюсь рассказывать об этом. И люди, наверное, знаете, что позволяет тебе говорить? Люди, которые встречают меня на улицах. То есть, я достаточно узнаваемый в Челябинске, и люди подходят, фотографируют. И самое главное, что люди вначале жмут руку и говорят спасибо за то, что вы делаете. И, наверное, вот это очень сильно, очень сильно подталкивает. Я понимаю, как я могу это все бросить. Ну, вот я это все начал, подарил надежду. Я не могу вот это все бросить, потому что вот столько людей, которые верят в то, что у Челябинска может быть вторая жизнь, новое дыхание. И, наверное, это то, что подкидывает в топку дров, и я продолжаю говорить. Спасибо. На самом деле, очень часто задают этот вопрос. Если честно, я не собиралась, правда, заниматься активизмом. Я просто изучала сады города. Мне было очень интересно узнать, как это все происходило со времен Петра. И чем больше я погружалась в книжки, в библиотеках сидела, смотрела, а потом выходила на улицу и не находила всего того, о чем я читала. Мне показалось, надо как-то бы это все-таки изменить. Это, в общем-то, с этого началось, да? То есть проект было-стало, то есть где были деревья, где их не стало. И на этом бы все и закончилось. Но мои друзья, коллеги, все сказали, Маш, ну, ты знаешь, если не ты, то кто? И, скажем так, для меня это была вынужденная мера. И в связи с этим я сразу думала о том, чтобы это было не движение одного человека, меня, а чтобы это было движение с горизонтальной, так сказать. Очень часто сейчас, когда я общаюсь с комитетом по благоустройству и с другими комитетами, с правительством, мне очень часто говорят, вы лидер или нет? Вообще, вы идеолог или как? В чем дело? Почему у вас, ваши, так сказать, сотрудники, это удивительно, конечно, ваши сотрудники позволяют себе подавать на нас прокуратуру, высказывать недовольство тем, что мы делаем что-то не так? Я говорю, знаете, у нас нет лидера, у нас нет идеолога, мы все координаторы. И у этих координаторов может быть тысячи и тысячи. Поэтому, мне кажется, вот моя идея и главное, о чем я сейчас думаю, это о том, чтобы не было идеологов и лидеров движения, а все жители города стали полноценными участниками движения «Деревья Петербурга». Наверное, именно это позволяет мне не перегорать, потому что, как сказать, у нас кто горит, кто там пламя несет? Я не несу пламя и не пытаюсь кого-то зажить. Я просто пытаюсь координировать движение всех любителей деревьев в городе. Я думаю, что это аспект, что не иметь одного лидера, который может в один момент просто не иметь больше времени на то, что делает, а иметь движение. Мы знаем, что наши волонтеры кто-то пару лет работает, кто-то на три месяца вот на 120 пациентов, а потом пропадает, потому что новая работа появится в регионах. Надо иметь структуру, которая открыта для того, чтобы новые люди могли легко поступать, создавать форматы мероприятий, в которых новые заинтересованные, потенциальные волонтеры могут с вами связаться и дать им очень легкую возможность взять на себя какие-то работы, какую-то ответственность. Вот это главное. Это нормально, если человек работает только по доллару. Не будьте злые, вы ничего неправильно не делали, это так и есть волонтерская деятельность. Спасибо. Я вообще всегда думаю о том, что деньги, о деньгах. Не так как, ну я вообще еще о деньгах, да, но типа в том, что, например, кому это хорошо, зачем платим вот для этого системы и почему не для другого. Например, дерево. В недвижимости видно сразу, что цены выращиваются, если по-хорошему, да, и тогда можно идти людей, я не знаю, живяющие или растеры, показать, что это хорошая система, тогда для этого можем сразу какой-то там бизнес-план сделать, и уже это не просто адвокация, а это бизнес, что мы выращиваем вот такую систему. И вот все в этом найти, потому что велосипеды вообще эти деньги, это asset, это как мы можем меньше тратить и до сих пор доехать, куда хотим ехать и лучше город сделать. Короче, как можем такую систему, где всем лучше и с деньгами тоже. И, по-моему, не надо от этого бояться. Знаю, что вот в западной... Нет, я подумал, что вот я тоже чувствовал в Венгрии, и Польша, это постсоветские районы, они в деньгах не очень хотим говорить, но это все в деньгах. И не надо, по-моему, из этого бояться, а надо вот показать, что... Смотрите, вот сейчас мы платим за эту систему вот эту, и могли бы вот меньше платить, и даже лучше их городу поставить. Это все экономит. Спасибо большое. Я добавлю, что я солидарна с Машей и с Мишей про то, что делают горизонтальные системы. Новые люди, которые входят в проект, они позволяют эти проекты оживать этим проектом. Но я согласна тоже с Петей, что делать устойчивые, в том числе, экономические модели, это суперважно. На самом деле, у нас два последних вопроса, и это, конечно, и вы, молодой человек, да? Да, у меня вопрос к Маше. У нас сейчас тоже проблема ведется под счетом деревьев. Не боитесь ли вы, что... Ну, как бы в озеленении есть трехъярусное озеленение, когда трава, узлы, дерево, и когда мы считаем только деревьями, что мы можем потерять те зеленые площади, то есть мы делаем акцент на количество деревьев, да? Но мы не делаем акцент на то, что есть как бы территория вокруг этого дерева, и что оно уменьшается. Мы это не мониторим. Спасибо большое за этот вопрос. На самом деле, я вот обсуждала это с Мишей, почему я говорю именно о деревьях, а не любимое слово всех наших чиновников – зеленые насаждения, или объект, или территория зеленых насаждений. Приведу простой пример. Когда у нас делают велодорожки, ввиду того, что дорогу им не отдают, они забирают, иногда так случается, что они вынуждены забирать территорию зеленых насаждений. И есть такое понятие в нашем законодательстве – восстановительная стоимость. И согласно на данный момент этих нормативов, например, 100-летний дуб в диаметре 75 сантиметров, если вы хотите его спилить, это будет стоить вам 46 тысяч рублей. А если вы захотите убрать газон, который расположен вокруг этого дуба, например, ну там чуть больше, то вы заплатите за это 500 тысяч рублей. То есть, понимаете, у нас сейчас на весах газон и дерево. Дерево 100 лет. Газон, ну, я согласна, это очень важная территория, газон, но в любом случае мы его можем сделать за гораздо меньший срок. А стоит он на порядок дороже. Поэтому мне показалось, что на данный момент мы как-то, вот как раз из-за того, что говорим о зеленых насаждениях, о территориях, мы защищаем скверы с точки зрения территории, а не защищая деревья. Но, на мой взгляд, мы должны обратить внимание именно на деревья, потому что именно они, в первую очередь, сейчас нуждаются в нашей защите. Спасибо. Молодой человек. Меня зовут Орехов Денис. Я представляю движение города Конаково и также являюсь сотрудником администрации. Вопрос у меня к Михаилу, и он состоит в следующем. У нас бюджет города, он довольно-таки маленький, и, по сути, все добивается как раз акции. И интересует стоимость каждой акции и в целом затраты на их проведение. Ну, наши акции, которые мы как общественная организация проводим, они фактически бесплатные. Там стоят, не знаю, 30 евро за материалы, да, это ничего, ну, в копейке, в конце концов, да, когда это общественное движение. Единственная акция, которая у нас была дорогая, это была с грузовиками, потому что там дали тысячу евро за аренду грузовиков, но мы собирали эти тысячу евро спустя, ну, за два-три часа, потому что людям было важно. С другой стороны, чтобы построить эту инфраструктуру, у нас, в конце концов, раньше почти ничего из госбюджета не тратили, три евро в год на душу населения. И сейчас в новом законе, ну, и во время нового закона дают намного больше 15 евро на душу населения. Но это политическая воля. Сколько есть, ну, сколько ставят в соответствующий бюджет, можно на то и на другое дело тратить. И Берлин не муниципалитет, не город, а город федеральная земля, так что там есть еще, ну, есть два вида бюджетов. Сложно в Берлине, но поэтому есть немного больше, чем у средних статистического города из своих денег. Но Берлин все равно имеет маленький денег. Спасибо. Последний вопрос. Только коротко, пожалуйста, ладно? Постараюсь. Спасибо Антуану Ракидяну, Белый ветеран из Санкт-Петербурга. Респект, уважение всем спикерам, великолепные презентации, очень познавательные. Очень коротко, значит, особенно мои землячки, наши дамы, мы с вами поговорим и выйдем на горизонтальное связи сотрудничества. А организация работы, лидеры, координация необходимы. Без этого не бывает. Подавляющее большинство населения очень инердные, аморфтные. Без организации ничего не делается. У меня вопрос такой. Поскольку мы в Петербурге центральная организация на постсоветском пространстве формировали институт уполномоченного права человека, и все, что вы говорите, входит в кодекс мировой, европейская коррекция по праву человека. На том мы создавали институт уполномоченного права человека. Сейчас во всех регионах России есть полномоченные. В Челябинске есть молодой наш ученик, и у нас Шишлов, и иностранные коллеги, если возможно. Работаете ли вы с полномоченными? Есть ли какая-то эффективность? Если нет, то почему? Спасибо. Спасибо. Кто работает из вас, Миша и Петя, с полномоченных правом человека? Работаете ли? Конвенция ООН? Мы с такими конвенциями не работаем, но у нас достаточно развитое правовое государство, так что если надо решить вопрос через суд, то мы это делаем. Мы работаем, конечно, в разных комитетах по транспорту, которые есть, но уполномоченные... Вопрос прав человека у нас не стоит в транспорте. В Болине такого не у омбудсмена, и есть какой-то, или будет какой-то омбудсмен для велосипедистов, но пока его нет. Понятно, сотрудничайте. Маша, вы шишлов поработаете? Я просто задумалась, что я вот с уполномоченными пока не работала ни с какими, но я хотела просто сказать, что, естественно, в первую очередь, о чем, например, я подумала, когда начала заниматься деревьями, я подумала о том, что надо бы их вернуть в 130-ю статью гражданского нашего кодекса, где они были через запятую после недвижимого имущества кораблей. Были деревья. Они оттуда исчезли в 1926 году, и именно это позволило, ну, скажем, делать с ними потом все, что мы сейчас видим, в том числе и с лесами. И мне казалось, что было бы правильно вернуть туда деревья, в эту статью, и поэтому я обратилась в Государственную Думу на тот момент, сейчас не знаю, чем занимается Боярский, но это был Сергей Боярский и Валуев. Николай Валуев пригласил, во-первых, их на бесплатную экскурсию по Елагину острову, где бы им рассказали о самых старых и интересных деревьях, и заодно хотела с ними обсудить вот вопрос, связанный с включением в статью. Мне не ответил ни тот, ни другой. К сожалению, на экскурсию они не приехали, я надеюсь, что они меня вдруг услышат, и я их по-прежнему приглашаю. Но не далее, как в конце марта, был форум в Москве «Экология», и Николай Валуев одному из наших координаторов деревья Петербурга выручил грамоту как лучшему проекту в стране, и я надеюсь, это, так сказать, его извинение за то, что он пока ничего не сделал, чтобы деревья появились в 130-й статье. Маш, спасибо большое. Петя, ты хочешь что-то добавить? Нет, извините, мы закончили с вопросами. Петя не готов ничего добавить. У нас маленькое еще выступление от Анастасии Ромашкевич. Все ли читают блог «Вело-Нейшн»? Да, читаете? Да, отлично. Настя, да выходи, пожалуйста, сюда. Ты расскажешь про карту «Вело-ДТП», правильно? Давай чуть-чуть. И мы уже с вами, видимо, закупляем и завершаем конгресс все вместе. Да, я просто слушала сегодня, когда Мишу Соломонову увидела, что у него был скриншот с карты. Я понимаю, что активистам, наверное, многим будет полезно об этом знать. Значит, группа товарищей в Москве, включая меня, в какой-то момент решила сделать карту «Вело-ДТП», потому что если мы когда-либо пытались получить статистику сайта ГИБДД, где она, в принципе, есть, то это боль и унижение, и каждый раз ты заново изобретаешь способ получить оттуда то, что тебе нужно. У нас, к счастью, в команде оказался прекрасный человек, который умеет работать с данными Сергея Устинов, и мы сделали сначала московскую карту, собрав между собой пожертвования, а теперь туда уже, поскольку есть платформа, постепенно подключаются другие города. Если в вашем городе такой карты нету, то вы можете связаться, собственно, с Устиновым и с Лешей Радченко, которые этот проект дальше развивают, и там, опять же, объявляется очередной сбор денег, по-моему, около 5000 рублей стоит подключить очередной город, и вы получаете карту «ДТП». Почему это важная штука? Потому что вы очень наглядно видите, какие опасные места у вас есть в городе, вы можете потом туда выйти и посмотреть, что там происходит, вы можете понимать, как эту ситуацию улучшить, и это, ну, как бы, когда вы разговариваете с людьми, которые еще не в теме, которых нужно убеждать в том, почему город должен становиться удобным и дружелюбным к людям, эта карта очень, очень хороший аргумент, потому что не нужно на пальцах объяснять, что наши улицы убивают людей, мы видим, что есть кластер этих мест убийств людей, и что это происходит не случайно. Так что находите в интернете, если они находятся в интернете, подходите ко мне, я вам расскажу адрес, это «дтп.дефисстат.ру». Ну, наверное, так неудобно, потому что нет у меня слайдов, соответственно, но оно гуглится, и в случае чего находится через меня. Все, всем спасибо. Друзья, я хотела поблагодарить еще раз спикеров этой дискуссии. Мне кажется, правда, получилось очень хорошо и интересно, и главное, живые такие рассказы. Мне нравится, когда вот сегодня был вопрос про выгорающих активистов, именно вот-вот лют с душой и совсем не выгорают. Есть на кого равняться. Спасибо большое, и, видимо, завершаете конгресс, да? Да, спасибо, Вольф, что провела эту дискуссию. И мы сейчас действительно подходим к окончанию. Я, наверное, попрошу вас спуститься в зал и стать зрителями, потому что на эту сцену сейчас должны быть люди, которые должны... Мы должны все вместе поблагодарить тех людей, кто это как раз сделал. Я бы не разорвался по именам, прежде всего не забыть, я даже себя записала, чтобы не было, не забыть. Я хочу сначала подказать сюда Олю Корчагину, которую я уже рассказывал, что занималась застройкой и еще многим, чем еще. Мне кажется, что я не знаю. Это Оля, да, еще Надя Жеребина. Бегите себя быстро, фильмы вместе. Ребята, не забейте, подходите к сижу сразу. Надя Жеребина, она много чего даже делала, но в основном это курировала спикеров, особенно иностранных, огромный объем работы. Я прошу подойти сюда Иру Матвееву, Аню Кузьминову. Походи, походи, подвигай. Да, не ходи только сюда. Ира Комкина, ты у нас здесь? Выпекай на сцену тоже. Это, собственно, командный свайкет. Мы приехали сюда из Москвы. Я думаю, может быть, кто-то из вас знает, почему мы сегодня здесь. Но неважно. Я хочу позвать на эту сцену Дашу, ФМК из фонда Эберта. Наш постоянный партнер. И Даша, человек, который выручает по многим страшных ситуациям. Также этот конгресс не состоялся без команды в Петербурге. Я приглашаю сюда Стаса Иванова, Паша Куссу, Леша Кузьминов, Дима Курасов. Выходи тоже на сцену сюда. К сожалению, не все смогли остаться до конца. Вот эта команда, которая делает конгресс. И также хотел бы позвать наших волонтеров. Некоторые из них приехали из Москвы. Мне кажется, это очень важно и круто, что с нами вместе в любой ситуации остаются люди, которые едут сюда. Есть и питерская команда волонтеров. Я просто, чтобы не забыть никого. Маша Галатина, которая работала в этом зале все два дня, по-моему. Екатерина Калинина, Семен Синецов, Егор Костевич, Михаил Баранов. Выходи тоже на сцену. Также хочу помогать наших фотографов, которые у нас работали в Севол Травинске, Екатерина Харитонова. Ребята, если кого-то не назвал случайно, подходите тоже на сцену. Волонтеры, кто нам помогали в течение всех дней. Давайте вам все вместе сейчас поаплодируют этот зал. И еще один важный момент я должна сказать. У нас сюрприз. У нас сюрприз забыли, кто-то в другом месте. У нас сегодня день рождения у Дани нашего. Этот парень сегодня отмечает 19 лет, и он, внимание, с нашей командой с 15 лет. Мне кажется, это очень крутой пример активиста, когда в 15 лет человек уже соображает, начинает что-то делать. Что еще нужно сказать? Еще нужно сказать, где пройдет следующий конгресс. Мы пока не понимаем, где он пройдет, и мы пока не решили здесь. Потому что в следующем году наш проект заключает 10 лет, а Белоконгресс заключает 5 лет. Возможно, мы захотим в следующем году остаться в Москве и устроить большую-большую вечеринку. И не только вечеринку, но еще и конгресс, собственно. Поэтому мы пока подумаем, а где-то в ближайшее время сделаем рассылку о том, что все-таки мы решили, и об этом вы все узнаете. Да, я благодарю всех спикеров. Я знаю, что у Ролуки, у Никола уже сейчас должно подъехать такси, чтобы они уехали в аэропорт. Но если у вас есть возможность, dear foreign speakers, can you join us here? Foreign speakers, come to the stage, please. Я не буду приглашать сюда всех спикеров, которые выступали члены этого уровня из России и других стран СНГ. Потому что нас достаточно много, но эти люди, которые приехали сюда из более дарьевых стран, мы должны приглашать вам поаплодировать за их опыт и вообще все это. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я принадлежал АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо Петербурге, спасибо за камеру. На этом белый конгресс четвертый международный закончен. Мы ждем вас в следующем году и надеюсь, что у вас будет еще больше кейсов, еще больше опыта, еще больше знаний. Простите, пожалуйста, I'm sorry. Я хочу поблагодарить еще наших переводчиков, конечно же, четверо человек, которые все это время переводили. Ну вот и все, дайте мне тоже все. Спасибо, до свидания, до встречи в следующем году. Ребята, волонтеры, можете не расходиться, а остаться у сцены. Сейчас мы дадим вам небольшие презенты. Вот это что, мы приехали. Юдом. Я тебе дадим вам первое время, который приехал. Мгловно. Да? Добрый день. Надо придти. Добрый день. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...